Коми орудует коварный вирус. Информацию об этом никто не скрывает. Да и о мерах предосторожности не молчат. Только вот исполняет ли их кто-нибудь, сейчас и проверим. Общественный транспорт – одно из мест дислокации вирусной опасности. Однако единственный в автобусе, кто вооружился защитными средствами – наша съёмочная группа. Вот, например, молодой человек, как он сам признался, только с больничного, но тоже без маски. Сколько раз носил, ни разу не защищал. Впрочем, у каждого своё – средства от заразы, собственный иммунитет, витамины, чеснок, противовирусные препараты, мази, масла. Выходя из дому, буквально нужно капнуть несколько капель на шарф и также на одежду. И в течение дня можно спокойно переносить все микробы. Стараюсь, этот мёд с прополисами есть, витамины. Прививки мы все сделали, поэтому маски особо, не знаю, мне кажется, не надо носить везде. Я очень редко езжу вообще на Тараспольске, у меня работа рядышком. А мы работаем в дошкольном учреждении, обязательно при приёме детей надеваем маски. В лидерах по эпидподъёму в Уктыл превышение сразу на 80%. И именно там ни один работодатель за свой счёт не привил сотрудников. Теперь, как вынужденная мера, масочный режим. Введён в шести муниципалитетах. Предписан предприятием торговли, общественного питания, с массовым пребыванием людей, образовательным и учреждением здравоохранения. Он предполагает усиленные меры профилактики. И не только маски, которые должен выдавать работодатель. Активное проветривание кабинетов коридоров, влажная обработка без растворами. В коридорах и в кабинетах стоят приборы-дозары, которые не вредны для человека, а вредны только для микроорганизмов. Также у нас отменены приёмы до года, по вторникам и четвергам. Приёмы больных и здоровых отдельно принимаются. Привычки мы проводим, но с эпидситуацией. То есть в каждой семье выясняется, есть больные или нет. Стоит задуматься и о личной безопасности. Забыть о вредных привычках, правильно питаться, соблюдать режим труда и отдыха. Обязательно свои посуда и полотенце. Банально, но об этом забывают даже когда в семье уже появились вирусу-носители. Говорят врачи. Выделить больному отдельное место. Чаще менять постельное бельё, одежду, обрабатывать дверные ручки, краны, поверхности. Именно ДЭС-растворами. Маска, в том числе и ухаживающему. Посещать торговые центры, кинотеатры не стоит. В зоне риска маленькие дети, непривитые и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Им надо быть крайне аккуратными, осторожными. Потому что данный грипп коварен тем, что он даёт осложнение в виде инфарктов и инсультов по истечении какого-то времени. Даже может пройти месяц. Даже больше, чем месяц. Почему? Потому что всё-таки грипп поражает сердечно-сосудистую систему и нарушается свёртываемость крови. Любые вопросы по гриппу можно задать по всероссийской горячей линии Роспотребнадзора. Жители Коми уже активно пользуются этой возможностью. Часто спрашивают, почему продолжают работать в кружке и секции. В основном платные. Это действительно нарушение, за которое грозит штраф. Если у нас есть обращение гражданина, мы можем провести, организовать проверку. И если это действительно так, если нарушаются санитарные правила, не выполняется постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, не выполняется постановление главы администрации муниципального образования города Сыктывкар, директор или даже юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности. Сегодня в стационарах Коми лежат пациенты средней тяжести в реанимации единицы. Только в 15% у обследованных выделен грипп H1N1. Протекает тяжело, опасен резкой пневмонии и летальным исходам. Но главенствует в республике, в отличие от других субъектов, так называемый гонконгский вирус. И эпидемия могла бы уже завершиться, но тут появилась еще и инфекция типа Б. Это более легкая форма, но затяжная. Часто переносит ее на ногах. Чего делать, конечно, не стоит.